Здравствуйте, а в эфире очередной выпуск программы «Квадратные метры» в студии Анастасия Петраш. Смотрите сегодня. Ипотека в каждый дом. Число семей, которые берут жилищные кредиты, может вырасти вдвое. А патент имеется. Россиян, которые сдают квартиры посуточно, могут перевести на патентную систему. Ближе к детям житель Индии строит дорогу к своей деревне, чтобы его чаще навещали дети. Ночь в Хогвартсе в Шотландии сдают квартиру в стиле патерианы. Число семей, которые берут ипотеку, может вырасти вдвое. Увеличение числа заемщиков ожидает в течение 7 лет, пишет коммерсант. Владимир Путин поручил простимулировать жилищное кредитование. Согласно указанию президента, к 2025 году возможность приобретения жилья в ипотеку должна быть обеспечена для 50% российских семей. Если поручение Владимира Путина будет выполнено, то число ипотечников может вырасти в два раза в течение ближайших 7 лет. С 0,85 миллиона до 2 миллионов. В агентстве по ипотечному жилищному кредитованию задачу считают вполне выполнимой. К 2025 году объем строительства жилья должен вырасти до 120 миллионов квадратных метров в год. Поручение президента должно быть исполнено к 1 марта 2018 года. Чтобы достигнуть поставленной главой государства задачи, допускается корректировка реализуемых проектов. Хочешь сдавать – имей патент. Россиян, которые сдают квартиры посуточно, могут перевести на патентную систему, сообщает российская газета. Такое предложение озвучил заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. Мнение политик высказал во время пресс-конференции в издании. Как сказал журналистам депутат, вопрос о патентной системе сейчас будут прорабатывать. Но уведения нужны для того, чтобы навести порядок на рынке арендного жилья. Как отметил политик, в этой сфере необходимо установить нормальное соотношение цены и качества услуг по размещению. Дело в том, что проблема завышенных цен, особенно остро встала в преддверии проведения в России чемпионата мира по футболу. К примеру, в Саранске снять квартиру на две недели предлагали за 2,5 миллиона рублей. Так что теперь чиновники озаботились контролем рынка арендного жилья, который сейчас никак не регулируется. Махинации с жильем. Жителя Тынды будут судить за мошенничество с жилищными субсидиями. По версии следствия, мужчину включили в список те, кто имеет право на получение соцвыплат для приобретения жилья. Поддержка должна была быть оказана согласно закону о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Об этом пишет газета «БАМ». В соответствии с законом участник программы, члены его семьи не должны иметь жилья для постоянного проживания. Тем временем, у сына тындинца-нарушителя была в собственности квартира в Улан-Удэ. Мужчина не сообщил администрацию тындинского района об этом факте, который влечет уменьшение размера финансовой поддержки. В результате он незаконно получил государственный жилищный сертификат на получение субсидий для приобретения недвижимости за счет средств федерального бюджета. Сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. За совершенное преступление тындинцу может быть назначен штраф, принудительные работы или лишение свобода. Точку в этом деле поставит суд. В России заработала единая информационная система жилищного строительства. Согласно статистике портала нашдом.рф, взносы в фонд защиты прав граждан участников долевого строительства уже перечислили порядка 360 застройщиков. В самой системе зарегистрировалось порядка 430 организаций. В единой системе представлена информация по количеству застройщиков, которые уже перечислили деньги в фонд. Сколько договоров долевого участия было заключено, сколько новостроек возведено. Мониторинг строительного рынка, статистика жилищного фонда и так далее. Отдельный блок посвящен ипотеке. Как сообщается на сайте российского Минстроя, воспользоваться информационной платформой могут граждане, организации, участники долевого строительства, контролирующие органы. Органы власти, профессиональные участники жилищного рынка. Как отметил Михаил Мень, единая информационная система обеспечит полную прозрачность долевого строительства. В единой системе размещаются данные Росреестра, Банка России, Росстата, Фонды защиты прав граждан участников долевого строительства и других заинтересованных организаций. Для застройщиков и контролирующих органов в системе устроен личный кабинет. Через него строители могут разместить различные документы, например, проектные декларации, а контролирующие органы ознакомятся с ними. В личном кабинете уже зарегистрировано 425 застройщиков. На портале есть информация и от амурских строителей. Так, в списке новостроек при Амуре пока указаны 29 домов. Они расположены в Благовещенске, Свободном, Чигирях и Уруше. Строительство ведут порядка 10 компаний. В их числе Благовещенскстрой, Амурстрой, Мегатека, НК Холдинг и другие. Не более 12 тысяч рублей – это максимум, что может заплатить амурчанин за установление границ на земельном участке, что предоставили ему по программе «Дальневосточный гектар». Если надел нестандартной формы состоит более чем из четырех точек, то цена кадастровых работ может быть увеличена – до 1500 рублей за каждую последующую точку. В стоимость включаются и транспортные расходы. В случае, если кадастровый инженер попросит уплатить большую цену, владелец «Дальневосточного гектара» может обратиться в антимонопольную службу. Или органы прокуратуры сообщаются на странице Министерства имущественных отношений области в сети Instagram. Строит сам житель Индии, строит дорогу, чтобы дети могли чаще навещать его. Мужчина живет в отдаленной деревне, примерно в 6 километрах от школы, где учатся трое его сыновей. Об этом пишет LifeNews. 45-летний Джейландхар Наяк рассказал, что путь от школы к его дому занимает у детей много времени, так как пролегает по пересеченной местности. Поэтому мужчина решил сам построить удобную и хорошую дорогу. Последние два года каждое утро он выходит на стройплощадку. На возведении трассы через холм Наяк ежедневно тратит 8 часов. Он выравнивает землю и убирает камни. Местные чиновники узнали о необычном строительстве только в конце прошлого года, когда о мужчине написали индийские СМИ. Власти пообещали завершить строительство дороги и выплатить Наяку деньги за работу. Индиец такой щедрости обрадовался и высказал еще одно пожелание. Попросил чиновников провести в его деревню электричество и водопровод. Квартира в стиле Гарри Поттера. В Шотландии предлагают пожить в практически настоящем Хогвартсе. Тематическую жилплощадь сдает фанат Поттериана и дизайнер Юэгао. Необычные апартаменты расположены в Эдинбурге. Вид из окна на королевскую милю. В распоряжении гостей будет две спальни. Одна в стиле факультета Гриффиндор с большой кроватью и потолком, создающим иллюзию летающих свечей. Другая напоминает пассажирский вагон Хогвартс-экспресса. Просторная гостиная выполнена в стиле общей комнаты Гриффиндора. В квартире есть вся необходимая техника. Чтобы собрать всю мебель для оформления апартамента, дизайнеру понадобилось 7 месяцев, пишет LifeNews. Домик матери и ребенка из ели. Необычно использовать рождественское дерево хотят в Риме. В ход пойдет засохшая елка, которая была установлена на одной из главных площадей. Часть дерева пойдет на сувениры, остальное на домик для матери и ребенка. Об этом пишет Интерфакс. Распоряжение о повторном использовании рождественской елки в благих целях дала мэр Рима. Из дерева сделают домик, в котором разместят пеленальный столик, место для кормления малышей и игровой стол. Из остатков древесины сделают сувениры. Дело в том, что ель, размещенная на площади в Риме, засохла через две недели после установки. Это вызвало критику горожан в адрес властей. Расходы на дерево составили 50 тысяч евро. В итоге ель решено было использовать повторно. Более 3700 небоскребов в настоящее время насчитывается в мире. Каждый год в список добавляются все новые здания. Тем временем портал Тревел Аск решил обратить внимание на самые маленькие в мире здания. Первую строчку в топе занял крохотный дом в Японии площадью в 7 квадратных метров. Квартира занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое маленькое здание в мире. Здесь есть двуспальная кровать, ванная комната, столовая на 5 человек и прихожая. В квартире есть вся необходимая техника. На втором месте апартаменты в виде яйца в Китае. В домике живет китаец, который, некогда закончив университет, решил искать работу. Но для официального трудоустройства ему было необходимо жить в городе. Снимать жилье было не на что. Юноша выход нашел. Дом покрыт мешками с землей и семенами с травой. Он обошелся всего в 960 долларов. Здание очень мобильное и его легко перекатить в необходимое место. А в результате до работы китайцу всего минута ходьбы пешком. В топ также попало еще одно крохотное здание в Японии. Внешне белый куб 3х3х3 метра. Но здесь есть все необходимое для проживания. Секрет здесь в том, что дом легко преобразить. То есть единственная комната является одновременно кухней, гостиной и спальней. Более того, сюда умудрились вместить душ и туалет. Вместо кровати – гамак. Также под полом есть шкаф и даже дополнительное спальное место. Кроме того, дом автономный. Все работает от энергии солнца и ветра. В здании предусмотрена система переработки воды и биотуалет. Замыкая топ – крохотное здание в Сербии. Дом сделан из дерева. Его построили 50 лет назад для отдыха, но сейчас оно уже стало достопримечательностью. Полвека назад местные жители отдыхали на этой скале, но им было не очень удобно. Проблему комфорта решили, построив дом. На этом у меня все. Пересматривать понравившиеся сюжеты можно в социальных сетях на страничке Амурского областного, в фейсбуке Одноклассника, а также на сайте Амуробл.тв. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова